Привет, друзья! Весь последний месяц из разных источников идет информация, что в начале 2023 года возможно вторая волна мобилизации. Давайте разберем это с точки зрения законодательства. В соответствии с федеральным законом о мобилизационной подготовке, в случае возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, президент объявляет общую или частичную мобилизацию. 21 сентября 2022 года президентом был издан указ номер 647, объявивший о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны, всего в рамках мобилизации было призвано 300 тысяч человек, но в указе номер 647 содержится седьмой пункт, который не был опубликован, он для служебного пользования. Как пояснялось, там указано, сколько должно быть призвано человек в рамках мобилизации. Я, если честно, не совсем понимаю, если министр обороны открыто говорит про число мобилизованных, то зачем эту информацию скрывать в указе президента, если все это и так известно. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, как вы считаете, зачем это было сделано. 31 октября 2022 года Минобороны РФ объявила о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации. И таким образом завершена не мобилизация как таковая, а лишь меры по призыву на военную службу и не более того. При этом сама мобилизация по смыслу федерального закона о мобилизационной подготовке понятие более широкое и не ограничивается исключительно призывом на военную службу. Так под мобилизацией понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, органов государственной власти на работу в условиях военного времени, а также переводу вооруженных сил РФ на организацию и состав военного времени. О завершении мобилизации нам объявили только устно. Президент не подписал соответствующие указы. Но такого указа может и не быть. Федеральным законом о мобилизационной подготовке не предусмотрено издание указа о завершении частичной мобилизации. Там также не прописаны правила демобилизации, а также нет такого термина. Но в статье 4 этого же закона сказано, что президент Российской Федерации осуществляет и иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, которые не прописаны в этом законе. Таким образом, только глава государства может объявить о завершении мобилизации. Но в каком виде президент может объявить о завершении мобилизации неизвестно. В указе о начале частичной мобилизации не уточняется, с какого момента этот документ перестанет действовать. И 1 ноября 2022 года пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства посоветовался с юристами и те сообщили ему, что указ о завершении мобилизации не нужен. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству также заявил, что никаких дополнительных указов о окончании мобилизации не требуется. Кроме президента завершить мобилизацию никто не может, даже министр обороны. Министерство только определяет сроки и количество граждан, которых необходимо призвать. Шойгу как раз и объявил, что план выполнен. Устные заявления не несут никакой юридической силы. Могут ли призванные на мобилизацию и контрактники уволиться со службы, когда действуют частично мобилизации? В указе о начале мобилизации сказано, что граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В этом же указе говорится, что подписанные контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. При этом президент устно заявил об окончании мобилизации, но сроки нигде не прописаны, а значит без отдельного указа уволиться по своему желанию не получится. Мобилизованные могут уволиться со службы только по состоянию здоровья после вступления в силу приговора суда о лишении свободы и при достижении предельного возраста. Это же правило распространяется на тех, кто заключил контракт до начала мобилизации. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, первое, так как нет официального документа о прекращении частичной мобилизации. Министерство обороны в рамках мобилизационных заданий имеют право продолжить призыв граждан из запаса. Издание нового указа президента для этого не требуется. И второй вывод. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и мобилизованные граждане будут продолжать военную службу и не могут уволиться по собственному желанию до издания президентом указа о прекращении мобилизации. У меня к вам возникает вопрос, а допускаете ли вы вторую волну мобилизации? Есть ли в этом нужда? Или, по вашему мнению, ситуация на фронте стабильна и пополнение не требуется? А если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, а также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.